Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за игрока. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад, что всех там увидите. Итак, в комментариях под прошлым выпуском прочитал то, что вы не против того, чтобы наш Харри Уолкер ушел в другой клуб. А если это будет клуб английской премьер-лиги, было бы замечательно, потому что много забиваем, много отдаем. Сейчас идем на первом месте в чемпионшипе и в принципе являемся ключевым игроком этой команды, поэтому было бы логично, что вот наш уход, так сказать. Поэтому у нас сейчас начало там декабря, поэтому весь декабрь я буду просить руководца, чтобы меня выставили на трансфер. Здесь я уже отправил запрос на этот трансфер. Я сейчас являюсь действительно ключевым одним из ключевых игроков, хоть и амплуа у меня ротационный игрок. Но 76-75, разницы нет, один из ключевых игроков. Поэтому долго засиживаться в КПР мы не будем. Полгода уже прошло, хорошие результаты мы показали и показываем до сих пор. Поэтому как-то так, по матчам сегодняшним, которые нам придется отыграть, по хронометражу вы видите уже, нет, сейчас не знаю сколько получится все-таки отыграть. Планирую отыграть 3 месяца, то есть полностью весь декабрь, очень много вы видите здесь, 7 матчей. Также захватим январь, пока что вы видите эти матчи, но вдруг если нас там подпишут, то уже естественно будут другие. И в февраль, поэтому отыграем 3 месяца, а в следующем выпуске тоже 3 месяца, и там как раз будет концовка первого сезона. Ну а дальше мы немножечко переформатируем этот формат, как бы вот это не звучало странно, но так оно и есть, чтобы у нас быстрее проходили наши карьеры. Поэтому давайте будем переходить к матчу уже. КПР против Бернли, первая строчка, против третьей мы играем дома. Составы на ваших кранах, поехали. Итак, КПР против Бернли интересный, действительно матч, интереснейшая встреча и задание на эту игру, оценка не ниже 8.5, забить гол и успешный навес. Я не знаю, давайте оценку попробуем взять, потому что навесы там раз на раз не приходится, может быть получат навесы, а может быть и нет. Поэтому главное нам, естественно, это победить и в принципе показать хорошую игру, но вот так вот сразу же теряем мяч. Сейчас посмотрим, заменят ли меня или нет. И меняют. Действительно выходит Уиллок. Ну что ж, посмотрим. Финальный свисток, безголевая ничья в матче КПР против Бернли. Ну и вот Волкера заменили с средней оценкой 6.7, у Филда он стал лучшим игроком 7.9, например. По заданиям ничего не выполнили, оценка 6.7, надо было 8.5, ни гола, ни одного успешного навеса мы не сделали. И в принципе вот, как итог, мы уже скатились до скамейки запасных. Итак, на данный момент Водфорд нас обошли только за то, что у них на один матч сыграно больше, но это не отменяет того, что нам обязательно нужно побеждать Миддлсбро, чтобы догонять Водфорд. Сами виноваты, сами потеряли очки в матче с Бернли. И вот теперь против Миддлсбро 14 строчки чемпионата мы играем. Мы играем еще и дома. Составы на ваших ранах. Поехали. КПР против Миддлсбро. Надо нам обязательно побеждать. Ну вот, задание. Даже не знаю, давайте мы точно не проиграем и постараемся еще и выиграть. То есть ко всему, мне кажется, 14 строчку мы должны обыгрывать. Напишите также в комментариях, почему пропал вот этот значок, когда мы находимся в офсаде. Нам сигнализировали раньше, теперь куда-то вот это все дело пропало и мне не очень-то и удобно. Так, с мячом Миддлсбро. Опасный момент и пропускаем. 14 строчка чемпионшипа забивает второй. 26 минута мы пропускаем. Разыгрывают. Балагун. А вот здесь вот Волкер. А вот здесь и Волкер. И... И какой пас! И какой удар от Филда. Голевая передача от Харри Волкера. Отлично. Вот это мастерство. Очень так грамотно сейчас Филд сыграл. Ну и Волкер нашел этим пасом. Посмотрите, по бильярдному. В самый нижний угол. Вроде бы казалось и удар не сильно опасный, не мощный. Но оказалось точный. И этого хватило, чтобы забить и сравнять счет. И Волкер. А вот это шикарно. И самому бы теперь забить. Забивает Волкер. 62 минута. КПР выходит вперед. 2-1. Еще раз посмотрим. Дайкс. Отлично здесь увидел Волкера. Ну а тот... Немножечко ручку так отставил. Против пятого номера. И хлестко пробил под самую перекладину. Ну не в девятку вроде как этот удар. Но под перекладину отлично. И Волкер забивает победный. На данную минуту можно так оценивать. Гол в этом матче. Волевая пока что победа у КПР. Финальный свисток. Минимальная домашняя победа КПР. Волкер. Гол плюс пас. Победный гол. Также на его счету. Поэтому все замечательно. Мне кажется. Лучший игрок матча. Здесь на Волкер. 8-6 у него оценка. Так, ну и по заданиям мы выполнили абсолютно все. И это супер. И также получили новый уровень. Поэтому пойдем сейчас будем что-нибудь себе апгрейдить. Друзья, прокачал. Я собственно какие-то там характеристики. Где-то подкрутку. Где-то контроль меча. Там короткие пасы. И в итоге теперь у нас рейтинг 77. Всего лишь 3. Был у нас пункт в прокачке. И мы их с умом приложили. И вот теперь у нас 77 рейтинг. Так, запросить повышение зарплаты. С ростом вашего мастерства повышается и ваша недельная зарплата. Так, а у нас вот требование. Нам нужен общий рейтинг 79. Мы это получается не выполнили просто. У нас еще 77. Сейчас тренеру нелегко. Так. Что здесь? Слухи за раздевалки. Наметните, что команда старается, но не понимает тактик тренера. Поговорить с тренером договоритесь. А встречи с тренером и скажите ему, что вы готовы проводить дополнительные тренировки, чтобы добиваться лучших результатов в играх, вы все поддерживаете тренера. Скажите, что состав по-прежнему верит в идеи тренера. Давайте не лично как-то, да, не одиночки. Вот это вот. Вы все поддерживаете тренера. Возьмем это. Очки стержня. Так, это мы выполнили. Замечательно. Ну что же, мы снова вернулись на первое место. Делим пока что первое место с Водфордом. Я не знаю, там может быть в личной встрече мы лучше их провели. По забитым мячам у нас все хорошо. По пропущенным не так, конечно. Но разница мячей у нас тоже получше, чем у Водфорда. Мы сейчас играем против Шеффилда. Дома также. Они идут на 12 строчке. И тренер, кстати, написал нам, что не хочет нас продавать. Поэтому мы бьемся до конца. Все равно снова отправили запрос на трансфер. Поэтому будем ждать. Ну и посмотрим. Сейчас Волкер отыграет 77-м рейтингом. Состав в наших ранах. Начинаем. Итак, КПР против Шеффилда. Задание на матч. Оттенка ниже 8.5. Обводки и два удара по воротам. Давайте обводки возьмем. Давно. Их у нас не было. И пошла подача. Опасная и забивает Макберни, наверное. 22-я минута. Счет открыт. Волкер бежит. Волкер мчится. Он уже в штрафной. И решился на удар и забил. 36-я минута. 19-й гол. Харри Волкера в чемпионшипе. Но я сам удивлен, что такого угла получилось прошить. Вратаря. Я хотел бы, конечно, еще бы с повторчика бы глянуть. Как это вообще выглядело. Ну. В дальнюю девятку. Так вот получилось. Ну, там даже не девятка. Но, в любом случае, красиво. Красиво получилось. Волкер очередной его забитый мяч. Замечательно. Через Дайкса. И отлично. И отлично, Волкер. Надо здесь-то забивать. Здесь-то надо забивать. Это дубль Волкера. И это 20-й гол. Этого парня в 18-летнем возрасте. Он забил уже 20 мячей до декабря. Ну, там до января, давайте. До трансферного окна. За пару месяцев этот парень шикарно набрал форму. Это его первые полгода в профессиональном футболе. А он уже вот такого результата достиг. И посмотрим, какие клубы будут заинтересоваться этим парнем в зимнее трансферное окно. Финальный сесток. Минимальная домашняя победа КПРа над Шеффилдом. Благодаря дублю Волкера. Сначала отыгрались, а потом и, в принципе, вышли вперед. Шикарный матч. У Волкера оценка 7,9. Две голевые, кстати, отдал на него Дайкс. Ну, и по заданиям. Оценку 8,5 не получилось у нас сделать. Обводки у нас 66%. Дополнительную задачу мы выполнили. Ну, и вот. Три удара поворотом нанесли. Хотя просили два. Так, забит победный гол. Вы забили победный гол. Давайте, что у нас здесь. Похвастаться голом. Опубликуйте клип с вашим голом в соцсетях с эмоцией в виде аплодисментов. Отдайте должное игре всей команды. Без них у вас бы ничего не вышло. Стараться изо всех сил. Скажите журналистам, что вам нужно забивать больше, чтобы расти как игрок. Давайте вот с товарищами. Очки стержня мы заберем. Кстати, я не смотрел. А надо бы, наверное, посмотреть, что нам там прокачивать надо. И вообще, надо ли как-то там равноценно развиваться. Так вот, развитие игрока. Индивидуальность вот здесь. Одиночка я пока что. Нам надо вот маэстро и стержень. На свою сторону как-то переманив. Давайте маэстро. Нам нужны очки маэстро. Будем их стараться по большей мере забирать. Так, прочитать книгу о любимом футболистке. Так, ага, очки маэстро и очки стержня. Мы забрали. А вот и Рождество у нас, кстати, наступило. Теперь можно. Так, пора праздновать. Давайте. Рождественский благотворительный фонд. Так, ну, очки одиночки вообще бы я не стал бы забирать. Так, а здесь нам не хватает 50 тысяч. Поэтому, ну, вот мы тысячу потратим. Тут либо благотворительный фонд. Тысячу этих евро пожертвовать. Здесь покупка подарков тысяча, а здесь какая-то вообще большая благотворительность на 50 тысяч. У меня пока только 15, поэтому мы вот это вот заберем. Очки стержня и очки маэстро тоже забираем. Итак, играем сейчас мы против Хау Сити. Они идут на пятом месте. Мы на первом. Лидерство у нас в два очка. Терять его не хочется, поэтому надо побеждать. Играем все-таки дома. С родными трибунами, мне кажется, победить будет намного легче. Поехали. КПР против Хау Сити. Матч чемпионшипа. И задание на эту игру. Оценка ниже 8.5. Точные передачи. Кстати, можно попробовать. Давайте посмотрим. А вдруг получится. Хорошо отыграть этот матч. И будет у нас точность пасов выше. Ну, сначала 75%. А может быть получится и все 85. Пелка с мячом. Передача на Циника. И Циник забивает. 39-я минута. Хал Сити безнаказанно прям здесь распасовались. И открывает счет до Кукан. Ну, Циник, скорее всего. А вот и отличный момент. Волкер. Волкер. Ух, как же он усаживает, а? Ну, надо забивать. Надо забивать. Волкер это делает. Ну, и шикарный Финт. Усадили. Игрока на пятую точку. Улетел он там в буфет. Ну, давайте еще раз посмотрим. Здесь ложным махнул. Здесь отлично убрал. И все. Шикарно. Реализовали контратаку. Волкер забивает уже 21-й гол в сезоне. Ну, если можно сказать, именно в чемпионшипе. Я не знаю. В других турнирах мы вроде как тоже забивали. Поэтому там один вроде гол у нас был в кубке Карабао, если я не ошибаюсь. Уиллок. Отличная передача на Волкера. И... И это 2-1. Дубль Харри Волкера. 72-я минута. Почему-то Волкер не бежит к болельщикам. Я не знаю почему. Уже какой раз я пытался к ним подбежать. Он не бежит. Наверное, уже где-то в мыслях в другом клубе. Но здесь просто было сделано все идеально. Здесь еще защитник перекрыл обзор. Вратарю как раз того, которого мы вот на ложном замахе там и на перекате убирали в первом забитом мяче. Ну а здесь пробили сквозь него. 2-1. КПР выходит вперед. Снова пока что волевая победа. Так, ну а здесь Лэрд. Ну отлично. Конечно. Ой-ой-ой. А точно ли эта передача будет? Нет. Дайк здесь поборолся. А Волкер-то бежит. А Волкер побежал. Хэтрик, наверное, забивает. Хэтрик отдает пас. И забивает Уиллок. Это голевая передача. 3-1. Не пожадничали. Но я почему-то подумал, что ну вряд ли у меня здесь получится как-то их пройти. А дам уж лучше передачу. И он, слава богу, мяч не потерял. Соперник до мяча не дотронулся. Поэтому нам уже даже написали. Отличная голевая передача. Супер. Давно мы их не выдавали. У нас голевые передачи чаще всего это, наверное, с подач угловых. Финальный сысток. Уверенная домашняя победа. Проиграли первый тайм. Но во втором снова собрались. Забили 3 мяча. Дубль плюс голевая у Волкера. Ну, шикарный матч. Оценка 9.3. Также Уилок сегодня поучаствовал во всех голах. Вот, как и мы. Он нам сассистировал, а мы ему. Так, ну и по заданиям. Получили мы нужную нам оценку. Точная передача у нас всего лишь 46%. Это ужасно. Ни одного еще и успешного навеса мы не сделали. Итак, друзья, замечательно. Главный тренер выставляет нас на трансфер 20 декабря. Поэтому супер. Будем ждать предложения. Надеюсь, что они действительно будут. Так, а здесь у нас еще и события. Разберитесь со слухами о вашем возможном трансфере. Давайте посмотрим. Я просто буду делать свою работу. Дайте интервью с сайту клуба и скажите, что вы здесь счастливы и что не надо верить слухам. Моя работа играть. Встреча для внесения ясности. Договоритесь о встрече со спортивным директором. Слухам можно верить или я могу сказать ребятам, что остаюсь. Упреждающий удар. Во время интервью для подкаста упомяните, что в принципе готовы рассмотреть идею о переходе. Ну а здесь что? Как бы я не знаю. Я здесь действительно счастлив. Моя работа играть. Ну то, что если мне будут предлагать. Я вот не знаю. Очки маэстро, наверное, нам надо все-таки брать. Поэтому давайте вот так вот сделаем. Так, ну и у нас также еще появились деньги. Там 15 тысяч мы накопили. Поэтому давайте посмотрим, что мы можем здесь купить. Так, рубашки, шелковые галстуки на заказ. Это очки-одиночки. Записаться на пиар-курсы и купить частную ложу. Ну у нас и так очень много очков-одиночки. Поэтому, наверное, частную ложу купим для семьи и друзей. Понятно, что пока что на этом стадионе. Тут буквально три матча у нас. В принципе, осталось за КПР. И не знаю, перейдем ли мы в другой клуб. Будем надеяться и ждать. Итак, у нас снова домашняя игра. Я не знаю, уже пять игр, наверное, подряд мы играем дома. КПР против Хаддерсфилда. Они идут на 14 месте. Мы на первом. У нас лидерство в 5 очков. Но не хочется. Пускать вот это вот лидерство. Надо продолжать побеждать. И вот это вот лидерство. Вот этот отрыв. Держать. Ну, минимум на таком вот расстоянии. Составы на ваших кранах. Поехали. Итак, Харри Волкер забил пять мячей в трех последних матчах. Ну, а у нас очередная игра дома. КПР против Хаддерсфилда. Задание оценки ниже 8.5. Командное владение. Опять успешные навесы. Поэтому я, наверное, возьму по оценке именно улучшение задачи. Здесь Холмс. Не накрывают. Снова дают. Проходите. И гол. Это практически такой же гол, как мы пропустили в прошлом матче от Халфити. Снова стояли наши игроки в обороне. Их корпусом просто оттесняли. Ну, вот как так-то? Ну, вот сейчас смотрим. Да. Это замена. Волкера все-таки меняют. Здесь уже Костятич стал в концовке. Два удара в створ. Забить не получилось. Ну, да, смотрим остаток матча. И пропускаем еще и второй. Уже в компенсированное время Хаддерсфилд забивает. Забивает Родос. Финальный свисток. Домашнее поражение от Хаддерсфилда. Ну, мне здесь просто нечего сказать. Оценка у Волкера 6.4. И ни одно задание мы не выполнили. Ни оценку, ни командное владение, ни точные навесы. Итак, друзья. Решил я зайти и посмотреть, какие команды тут мной интересуются. Иногда вот в статусе пишут, как сейчас, например, Бенфика делает предложение. До этого в Фенербахче. Или там Галтасарай. Короче, в Турцию куда-то меня хотели забрать. Но предложения никакого еще не было. Бенфика, в принципе, интересный вариант. Я бы его даже больше бы рассмотрел, нежели чем, естественно, Турция. Турция это более-менее там под закат. Карьера нам только тут 18 лет. Поэтому вряд ли бы я туда бы перешел. В Португалию я еще бы подумал. На самом деле, потому что Бенфика интересная команда. Бенфика, который борется там каждый сезон за чемпионство и играет в Еврокубках. Итак, здесь у нас сейчас игра против Блэкбурна. Мы играем на выезде. Первое место против 10-го. И вот наше лидерство в 5 очков улетучилось. Теперь снова у нас лидерство в 2 очка. И теперь терять очки нам снова ни в коем случае нельзя. Составы на ваших кранах. Поехали. Ну что же, Блэкбурн Роверс против КПР. Чемпионшип и задание на эту игру. Они ниже 8.5 оценка. Успешный навес и соотношение головку даром. Я, походу, опять буду оценку брать. Верять ли мы ее выполним. Блэкбурн в атаке. Опасная передача. И сразу 1-0. На 6-й минуте. Вот так вот мы проваливаемся. Ну, я не знаю, какие здесь комментарии по этому поводу дожидать. Так, неплохая передача на Волкера. Ну и все. Все. Улетай, Волкер, и забивай. Нам надо забивать и сравнивать. Волкер 1-1. Отлично. Волкер шикарен. Уже есть слухи о переходе в Португалию. Но контракта на руках еще не было. Не у руководства клуба. Не у самого игрока. Поэтому Харри Волкер продолжает выступление за КПР. Супер. Супер. Дальше сам проходит. Но здесь забивать. Здесь забивать Волкер. Победный гол. Возможно. 88-я минута. Дубль Волкера. За сколько там? Ну, 10 минут. Меньше 10 минут ему потребовалось. То есть, в конце встречи он забивает. И все супер. Волкер молодец. Ну вот, болельщики-то понимают. То, что такую звезду вряд ли удастся удержать у себя в клубе. Ну и здесь ужасная игра. Ну, здесь, скорее всего, и опять же обзор как-то. Защитник, может быть, подзакрыл. Обзор был шикарный. Просто не хватило реакции у вратаря. Очередной гол. Забивает Волкер за КПР в этом сезоне. Опасный момент. И все-таки забивает Фомба. И вот сейчас победы уже не видать. Ни одной, ни другой команде. Блэкбурн сравнивает. В ближний угол вот так пропускает наш голкипер. И все. Дубль Волкера не помог победить КПРу на выезде. Лучшим игроком в любом случае признан Волкер. Два забитых мяча. Но хотелось бы, конечно, победить. Итак, все три задания мы, кстати, выполнили. И точный навес, и реализация, и оценку. Правда, дополнительную награду получить не получилось. Но зато у нас очередной уровень прокачался. Я так понимаю, у нас 18-й. Он сейчас и снова 3 очка навыка. Так, но от Бенфики мы предложение не получили. А здесь уже и спортинг включился. Поэтому там уже будем смотреть. Разницы-то нам особо и нет. Куда в Португалию переходить. Потому что никакому, в принципе, клубу мы сильно-то там не относимся. Но будем в любом случае смотреть, думать с вами, решать. Стоит ли куда-то там переходить. И будем смотреть, в каких Еврокубках команда играет. После матча с Блэкбурном мы теперь на втором месте. Тут нас, скорее всего, уже обошел Водфорд. Чисто по разнице мячей. Но мы сейчас играем дома против Сток Сити. 23-я строчка чемпионата. Обязаны здесь уж точно побеждать. У них нет флангов в атаке. Поэтому можно как-то пробовать прерывать атаки по центру. И через Лейерда как раз развивать нашу уже. Поэтому КПР против Сток Сити. Поехали. Итак, КПР против Сток Сити. Матч чемпионшипа. Задание на игру. Оценка ниже 8.5. Успешный навес. Забить гол либо отдавать. Нет. Но берем оценку. Как же Волкер здесь разобрался. И подача на дальнюю. Гол от Йохансена. Отлично. Вот она и голевая. Вот она и голевая. 20-я минута. Давно. Давно не было голевых передач от Харри Волкера. И все-таки получилось. Наконец, кстати, еще и КПР выходит вперед первыми. Бегут игроки КПРа. Волкер. И 2-0. Вот это все было здесь шикарно. При том, что Волкер сам на этом угловом скинул мяч и Дозелю, который убежал в этот свой сольный проход. Отдал на Волкера. И выход 1 на 1. И Волкер такие реализуют. Конечно, своим фирменным ударом в дальний угол. И 2-0. Гол плюс пас у Волкера. Пока что все замечательно. Удар и гол. 40-ая минута. Сток Сити забивает прямым ударом со штрафного. Но этому стоит нам, конечно, у них научиться. Ну и прям самую девятку под перекладину. Просто сочно. Бекер забил и уменьшил преимущество КПРа в этом матче. Здесь Дайк все сделал правильно. Перехватил. Дозель на Волкера. Харри шикарно разбирается. Вы посмотрите. И что? 3-1. И это, конечно же, 3-1. Дубль Волкера. Все было сделано замечательно. И снова не побежал к болельщикам. Даже отпраздновать сейчас нам не дали. Ну, как-то так. Отлично. Отличный проход от Волкера. Уиллок, ну забивай. Конечно же. 2-2 у Волкера в матче против Сток Сити. Волкер. Отлично разобрался. Харри Волкер. И забить бы. И это хэтрик. Хэтрик Харри Волкера. Давно мы такого с вами не видели. И Волкер забивает последний, скорее всего, свои уже голы за КПР в чемпионшипе. Переход возможен, потому что предложения-то тоже уже близки от интересных команд, как из Португалии, так и из Турции. Но, как сообщает близкий круг общения Волкера, Турцию он, в принципе, не рассматривает. Ему интересен план игры именно в топовых лигах Европы. Вот куда не входит Турция, но более-менее где-то там цепляется Португалия. Там топ-6, топ-7 лиги Европы. Финальный свисток. Разгромная домашняя победа. КПР она от Сток Сити. 5-1. Хэтрик Волкера. Плюс еще и две голевые передачи сделал этот парень в этой игре. 9-3. По итогу у Волкера оценка. 3 плюс 2, как я и сказал, все замечательно. Итак, по заданиям мы выполнили абсолютно все. И оценку ниже 8-5 получили, правда, дополнительно не вышло. И еще у нас успешные навесы. 100%. Друзья, у нас уже на календаре январь. Посмотрим, что у нас по предложениям. А здесь все так же пока что. Спортинг лишь только делает. Там даже смс пока что никакая не приходит. Мы ждем. В любом случае у нас следующая игра. Это 7-го в Рождество против Питер Бура. Вроде правильно команду произнес. В Кубке Англии. Ну и Волкер был признан игроком месяца в чемпионшипе. Вот здесь все замечательно. Так, давайте по событиям. Решим здесь выигрок месяца. Давайте опять же. Там очки маэстро. Дальше будет лучше. Размерить в соцсетях, да. Давайте, но нам надо очки маэстро еще брать. Пока что про команду сильно не будем. Возьмем именно очки маэстро. И здесь уже не спортинг. Здесь уже генг делает нам предложение. А мы ждем. У нас, кстати, 78-й рейтинг. Неожиданно так подрос. Но предложение от этого не прибавилось. Наш соперник на стадии 1.32 Кубка Англии. Это Петербург из Лиги 1. Они идут в середине турнира на таблице. На 11 месте. Поэтому... А мы на лидирующих позициях в чемпионшипе. Мы уже собираемся на выход в АПЛ. А тут команда из... Как назвать-то вам? Ну, просто, значит, это будет Лига 1. Потому что здесь чемпионшип. А там высшая лига. Это премьер лига. Вот. Поэтому эту команду мы должны обыгрывать. Должны обыгрывать не меньше. Со счетом, как обыграли Сток Сити сейчас. Все-таки это Кубок Англии. Состав в наших кранах. Поехали. Итак, Кубок Англии. Старейший турнир. В принципе, в истории футбола. И задание на эту игру. Оценка ниже 8.5. Обводки. И командный ладин. Давайте возьмем обводки. И вот он. КПР против Петербурга. Играем дома. Верим в победу. И выход в стадию 1.16. Йохансен дальше на Волкера. Волкер движется. Естественно, движется. Да и забить. Конечно. 1-0. Волкер забивает в первом же матче Кубка Англии. Свой гол. Но вроде как мы не играли в Кубке Англии. Вот это я не посмотрел. Но стадия 1.32. Мне кажется, самая дальняя для клубов чемпионшипа. Вот в Кубке Каравао мы, может быть, где-то там и вылетели уже. Но... Сейчас посмотрим. Там нам выведут, может быть, статистику выступления у Волкера. Что там первый гол. В первом матче. Да. Поэтому в дебютной игре Кубка Англии Волкер забил уже на 16-й минуте. Понятно, что соперник не тот. Понятно. Не по уровню все дела. Тот же Челси уже встречается с МЮ на стадии 1.32. Здесь нам повезло с жеребьевкой. А Волкер снова мчит. И снова здесь провал в обороне. Волкер 2-0. Все супер. И Волкер в традициях Великобритании, Англии попил чай. Здесь у нас замечательный гол. И почему бы его вот не отпраздновать чашечкой чая прямо на стадионе Лофтус Роуд. И паста какая. И что? Хэтрик? Хэтрик в Кубке Англии. Заказывали? Заказывали. А вот он и хэтрик. Но все супер. Волкер творит. Историю. Возможно это самый быстрый хэтрик в дебютной игре в Кубке Англии. Там 40-ая минута вроде. 40 минут потребовалось Волкер, чтобы забить 3 мяча. Да еще и в первой же игре. Просто замечательно. Топ-клубы. Топ-клубы. Звоните. Мы вас ждем. Многие команды сейчас и не рискуют сразу же присылать предложение по Волкеру. А Волкер пока что себя замечательно чувствует за КПР. Забивает покер. 66-ая минута. 66-ая минута. 4-0. КПР громит Петербург в матче Кубка Англии на стадии 1-ой 32-ой. Но что делать с вездесущим Волкером? Он везде. Он может. Он творит. Он это все и показывает. 4-0. Разгромная победа КПРа над Петербургом. На стадии 1-ой 32-ой. Покер Харри Волкера. Возможно в последней игре за КПР. Все возможно. Загадывать не будем. Будем пока что просто наблюдать, как сложится его дальнейшая карьера. Предложений пока что не было. Оценка 8-8 у Волкера за матч. Итак, два задания мы выполнили. Оценка не ниже 8-5. Успешные обводки. Дополнительную задачу, правда, тоже не выполнили. И командное владение всего лишь 53%. А надо было 55%. Так, а теперь просто у нас, кстати, статус просто выставлен на трансфер. Вот это вот обидно. Вот это вот неприятненько. Ну что же, у нас очередной матч чемпионшипа КПР против Сандерленда. Мы обошли Водфорд. И по разнице мячей, и по очкам. Поэтому мы снова на первом месте. И снова играем против команды из нижней части турнирной таблицы. Поэтому надеюсь, получится показать такой же футбол, как против Петербурга, как против Стоксити. Составы на шкранах. Поехали. Везде этот парень могет, и могет голкипер Сандерленда. Но здесь уже Дозель забивает. Слава богу. Слава богу, что получилось забить. Уже без разницы мы не мы. Главное, что вышли вперед. Финальный сысток. Минимальная выездная победа КПРа над Сандерлендом. Понятно, что не такие разгромы, как над Стоксити и над Петербургом. Да и Волкер, в принципе, сегодня не отличился. Но в любом случае, главное, что мы победили. Дозель оценка 7.9. Лучший игрок встречи у Волкера 7.7. Ну и по заданиям мы не выполнили только оценку, рейтинг матча. Нанесли два удара поворотом. И успешной обводкой у нас были 57%. Так, у нас снова вылезла вот эта вот слабая тренерская работа. Поэтому давайте я возьму очки Маэстро. Поговорить с тренером. Договоритесь о встрече с тренером. Скажите ему, что вы готовы проводить тренировки. Да, все. Очки Маэстро мы берем. Потому что у нас этот стержень, так сказать, самый вот менее раскачанный. Поэтому будем брать его. Сейчас у нас игра против 10-го места. Против Кавентри. Играем дома. 5 очков лидерства. Снова вернули эту фору нашу, такую небольшую. Ну и терять ее мы, естественно, не хотим. Составы наших ранок. Поехали. Итак, чемпионшип КПР против Кавентри. Играем дома. Ну и сейчас посмотрим, какие нам задания. Решили выставить тренерского штаба. Оценка ниже 8.5. Успешные навесы. И какое-нибудь голевое действие. Поэтому давайте оценку попробуем взять. И гол. Забивают Робертс. Отлично. 51-я минута. КПР в итоге вышел вперед. Слава богу, получилось. Ребята, молодцы. Уилок. Уолкера по фангу, естественно, он не заметит. И вот так вот. Спасибо Уилоку, что мы забили этот гол. Иначе нас сейчас могли и заменить. Но на 76-й, там, 75-й минуте. Уолкер забивает, увеличивает преимущество КПРа. И супер. 2-0. Уолкер без гола не уходит. Потому что для него каждая игра может стать последней за КПР. Здесь еще с левой ноги. Нерабочий он забивает. Увеличивая преимущество КПР дома. Отлично. Здесь через Робертса. И забивает Уилок. 3-0. Разгром от КПРа. Ну, и замечательная, действительно, игра. Уилок, скорее всего, может стать игроком встречи. У него гол плюс пас. Финальный сысток. Разгромная домашняя победа КПРа. Гол забил Уолкер. Это единственное его результативное действие. Игроком встречи, мне кажется, будет точно Уилок. Сейчас мы это посмотрим. У него гол плюс пас. Да, Уилок, оценка 8-5. Уолкера 7-9. Ну, и Робертс, кстати, тоже гол плюс пас сделал. Итак, выполнили мы только одно задание. Это участие в галах. Ни успешного навеса ни одного не сделали. И рейтинг матча тоже не выполнен. Но зато получили 19-й уровень. И сейчас пойдем прокачаемся. Так, ну и у нас стал 79-й рейтинг. А это значит, что мы можем пойти попросить у КПРа повышение к зарплате. А раз у нас в событиях это было. То почему бы не воспользоваться? Я не знаю, пропало это или нет. Вот. Замечательно. Можно запросить истекать через 22 дня. Все. У нас требование только одно. И теперь у нас новая зарплата 4200. А было... Ну, сейчас бы еще понять, сколько была у нас зарплата. Ну что же, и у нас 1-16 кубка Англии. И мы играем против Манчестер Сити. При том, что еще и на Этихаде. Интересная, конечно, игра. Предложений по трансферу у нас пока что нет. Вообще никакое даже не поступало. И вот состав Сити. Эдерсон, Канцело, Диэш, Лапорте, Льюис, Филлипс, Дебрюйн и Сильва, Фоден, Холланд и Бурегут. Я не знаю, наверное, нового подписали игрока. А также к Сити присоединился Усман Дембеле. Поэтому состав-то у них топовый. Самый, что ни на есть, стартовый. Поэтому здесь легкой прогулки для нас точно не будет. Но как минимум поиграем на уровне английской премьер-лиги. Поехали. Ну что же, Сити против КПР. Мы помним тот матч. Все, конечно, помним. Когда еще КПР играли в английской премьер-лиге. Итак, задание на игру. Оценка ниже 7.5. Два удара по воротам. Командное владение. Давайте попробуем 8.5. Понимаю, что трудно будет. Но посмотрим. Какай. И вот отлично. Волкер. И подача на дальний юж. Забивает Уиллок на 89-й минуте. Волкер выдает шикарную голевую передачу. В матче против Манчестер Сити на стадии 1.16. КПР выходит вперед на чужом поле. В концовке встречи. Вот так вот бились, бились. Весь матч где-то оборонялись. Где-то в контратаку пытались выходить. Но какая шикарная подача, а. И забивает Крис Уиллок. Это его первый гол в Кубке Англии. Ну а Волкер отдает свою первую голевую. До этого у него был покер. Ворота Петербурга. Холланд с мячом. Ну все, здесь прервали. Выносить. Выносить. Победа. Победа. КПР. Над Манчестер Сити. На их поле обыграли на стадии 1.16 Кубка Англии. Выходим теперь мы уже в 1.8. Но это ли не чудо? А сейчас еще бы повезло бы нам с жеребьевкой. На стадии 1.8. Было бы вообще супер. Может быть кого-нибудь там из чемпионшипа бы подсунули. Но так рейтинг матча. Ну а так рейтинг матча 8.1. Один голевой пас и один удар в створ у нас был. Лучшим признан именно Волкер. Уилла хоть и забил гол. Но он вышел вроде так поднял на замену. И оценку только заработал 7.7. Ну и по заданиям мы выполнили рейтинг матча. Удары в створ не получилось всего лишь один. Ну и конечно владение. 34% владения. Но главное это победа. Победа над Сити. Над... Да даже просто над шейхами можно уже так сказать. Правда не в Еврокубках, а просто в Кубке Англии. Но они играли действительно самым своим мощным составом. Стартовым. Абсолютно все игроки были ключевые у них на поле. Итак, победа на этапе турнира. Команда вышла в следующий этап турнира. Давайте посмотрим. Принять похвалу. Подчеркивайте в каждом трюк. Как вы рады, что играете в свой лучший футбол. Похвалите командный дух. Расскажите журналистам, насколько в команде развито чувство локтя. И скромность скрыть журналистам, что это только один шаг вперед. Теперь перед вами стоит более важная задача. Ну вот, маэстро мы и возьмем. Так, ну и давайте у нас накопилось 15 тысяч. Запишемся на пиар-курсы. Хоть и получим сейчас очки-одиночки. Но все-таки это уже надо когда-то нам будет, естественно, все купить. А почему бы не сейчас? Итак, какая-то команда New England делает предложение. Я не знаю, вроде как это из МЛС даже. Но у нас 79-й рейтинг. Я так понимаю, это самый высокий в команде. Да. У нас, кстати, подписан Тему Пуки. Вместо Дайкса. Я так понимаю, у нас Дайкса продали. Вот. Теперь Тему Пуки из Норвича к нам перешел. Вот. В команде новый игрок. Поэтому давайте посмотрим, что у нас здесь есть. А здесь все у нас одинаковое. Хоть так, хоть так. Помочь новичку клуба освоиться. Проведите тренировку, в которой вашим партнером будет Пуки. Наработайте игровые связи и взаимопонимание. В клуб приходят Пуки. Организуйте праздник. Нет, давайте, по-моему, вот это лучше. Ну, праздник типа это. В любом случае они соберутся. Вот. Главное, чтобы результат был на поле. Сейчас у нас игра против Суонси. Они идут на девятом месте. Мы идем на первом. У нас лидерство уже в восемь очков. Поэтому нужно увеличивать этот отрыв. Почему бы не обыграть Суонси? И как раз Пуки сегодня в стартовом составе. Вот здесь попробуем как-нибудь с ним распасоваться. Мне кажется, все-таки он получше форварда, нежели, ну, чисто именно по рейтингу, чем тот же Дайкс. Поехали. Итак, сейчас последний матч в январе. И, может быть, в последние часы трансферного окна мы куда-нибудь уйдем. Поэтому, возможно, это наша будет последняя игра за КПР. Задание. Оценка ниже 8-5. Гол. Два удара. Давайте оценку попробуем 10-0 получить. Ну, посмотрим. Предложений пока что нет вообще. Не знаю, согласился ли я бы уже даже на турецкое предложение. Потому что, в любом случае, это опыт игры в Еврокубках. Тот же Галатасарай там, скорее всего, участвует. Да и, в принципе, для себя новый вызов более-менее. Потому что, ну, чемпионшип это уже не наше. И вот, сразу же голевая на Пуки. 4 минуты нам потребовалось, чтобы Пуки забил в новой команде. Ну, и все. Это начало, если мы останемся, конечно, в КПР. Это начало новой истории. И вот, с таким подписанием, как ТМ у Пуки, мы обязаны выигрывать чемпионшип. Ну, вот у Пуки уже 24 гола в 30 матчах. Это, конечно, конкуренция для Уолкера была. Но, наверное, Уолкера, чтобы с первого места не убирать, они решили подписать Пуки, одного из главных там бомбардиров чемпионшипа. Чтобы вот, хотя бы с Уолкером он забивал. Уолки! Работы Уолкер отвечает. На гол Пуки забивает Харри Уолкер. И уже на 9-й минуте более-менее все понятно. КПР на выезде безответно. Пока что забивает два мяча. Быстро, резво. Но, скорее всего, сказывается игра против Сити. И там-то доминировал именно Гвардиола и компания. А здесь доминирует Уолкер со своими ребятами из КПР. Пуки на Уолкера. С левой ноги Уолкер забивает дубль. Ну, шикарно. Просто сделано все супер. Еще и Пуки. Гол плюс пас за первый тайм. Все супер. А Уолкер, кстати, забил 30 голов. Вот этот его 30-й гол сейчас был именно создан в паре с ТМ У Пуки. 30-й гол там в 29 или в 31 матче. Через Лейрда в итоге отпасовался. Получилось. Ух, как же прошел. Уолкер забивает. Хэт-трик. 31-й гол Уолкера в 31-м матче чемпионшипа. В среднем гол за игру. И не забываем еще про его голевые передачи. У него на счету их около, ну, больше 20. Просто шикарный, даже не сезон, а пол сезона проводит этот игрок. И почему до сих пор ни один из клубов не предложил ему перейти в их команду. Потому что Уолкер сам попросил уже руководства КПР найти ему новый клуб. Но предложения пока что не поступали. Финальный свисток. 4-0. Хэт-трик Уолкера плюс голевая. На ТМ У Пуки просто шикарный дебют для финского нападающего в нашей команде. Лучшим игроком признан Уолкер. 9-5 у него оценка. У Пуки гол плюс пас. Все три задания мы выполнили. Оценка, правда, не 10-0. Поучаствовали в четырех голах. Нанесли четыре удара в створ ворот. Так, ну вот здесь тоже интересно вот это отслеживать. Последние слухи о том, что Уолкер может перейти из КПР в Нью-Ингланд. Вот это вот и у меня. Такие же слухи. Они здесь ничем сильно не отличаются. В уведомлениях, как вы видите, это изменения в расписании еще были перед игрой с Сити. Из-за того, что мы прошли Петербург. Вот. И здесь тот же самый, так сказать, слух. То, что Нью-Ингланд делает предложение. Но давайте по часику будем продвигаться. Так, а вот теперь на восьмой час, ну за восемь часов до окончания, пропал. Пропал этот слух. По уведомлениям у нас тоже все, ну здесь в принципе ничего не появлялось. И все так же я выставлен вот на трансфер. Поэтому это очень обидно. Классные команды мной интересовались. Но ни в одну из них перейти мне не получилось. Не знаю почему. Это очень, конечно, обидно. Но попробуем, значит, с КПР выиграть. Кстати, по благаме он перешел в Либеркузинский Байер. Попробуем с КПР выиграть чемпионшип, стать лучшим бомбардиром. В принципе, стать игроком турнира. Но летом, по-диму, во-первых, будем играть в АПЛ, а во-вторых, может быть, кто-нибудь да и подпишет. Друзья, час до окончания трансферного окна. Мы переходим в уведомления ни одного предложения. В мои действия просто выставлен на трансфер. Бак? Не бак? Я не знаю. Но один из самых лучших игроков чемпионшипа, молодой 18-летний Харри Волкер с рейтингом 79, не нашел себе команду и остается в КПР до окончания, как минимум, этого сезона. Итак, прочитать книгу о легенде клуба давайте сначала. Ну, это мы сделали, очки Мейса получили. И так, дальше, что это? Интервью, прессе, часть первая. Пресс хочет знать, как обстоят дела в команде. Давайте. Высоко оценить себя. Объясните, что тренерский штаб соответствует даже самым высоким вашим требованиям. Общая преданность делу. Подчеркните, что любой успех начинается с упорной работы на тренировках и надо дать должное тренерам по физподготовке. Единство в клубе. Расскажите о единстве команд... в команде. И не забудьте упомянуть, что успех команды в немалой степени заслуга тренерского штаба. Нет, давайте вот очки Мейсера возьмем, потому что мы не нужны. Поэтому физическую подготовку будем прокачивать. Здесь только через 5 дней это будет доступно. Ну что же, мы остаемся в КПР как минимум еще на полгода. Я не знаю, с чем это связано. Почему нам писали, что предложения вроде как готовятся. Клубы заинтересованы в подписании меня. Но почему-то не срослось. Я не знаю почему. В общем, давайте разберем цели. Наши, в принципе, ну можно уже говорить на сезон в КПР, потому что мы его полностью отыграем за эту команду. Во-первых, это Пуки, да. Пуки это вообще замечательно, то, что подписали его к нам, второго бомбардира чемпионшипа. Так что мне как-то более-менее будет полегче, зная, что одноклубник меня вряд ли обгонит. Но ассистировать на него я в любом случае не перестану, потому что я еще и лучший ассистент. Вот у меня 27 голевых. Вы просто вдумайтесь. В среднем гол за игру, так еще и голевые передачи. Понятно, там их не 31, но все же. Еще 4 голевые и сравняется по количеству матчей. Но там надо, конечно, матч-то уже отыгрывать побольше. Поэтому в любом случае это супер. Поэтому вот мои планы и вот мои задачи на окончание сезона. То есть как я вижу окончание сезона. Во-первых, то, что КПР выиграет чемпионшип, это главная задача. Второстепенные задачи уже идут. Это личного характера. Наверное, на таком повыше уровне это стать лучшим бомбардиром. Если получится, ну там, скорее всего, получится лучшим ассистентом. Ну и в-третьих, это стать игроком турнира. Вот. Поэтому, ну, если стану лучшим бомбардиром-ассистентом, то, мне кажется, в принципе, точно стану. Ну и все. Поэтому как-то так. Получить, естественно, прямую путевку в Премьер-лигу. Ну и понятно, что это выиграть чемпионство. На второе место я даже не рассчитываю. Нам нужно только первое. Поэтому сейчас мы встречаемся против Престона. Играем на выезде. Команда с пятой строчки. У нас лидерство 8 очков. Давайте не растеряем этот запал. И будем так же двигаться дальше. Итак, составы на ваших экранах. Поехали. Ну что ж, друзья. Игра Престон против КПР. И, кстати, я вроде как увидел, куда делся Дайкс. Он, похоже, в Престон перешел. Нам сейчас его просто показывали. Итак, оценка ниже 8.5. Забить один гол. Ну, давайте попробуем 10.0. Вроде как я увидел его. На предматчевой вот этой разминке. Там показали Линдон Дайкс. Но я как-то не обратил внимания. Подумал, что он у нас, наверное, разминается. Просто решили поставить Пуки в состав. И Волкер! Нет. Кстати, не забил. С первых минут отличная атака была. Ну вот, подвела реализация. Такое забивать надо. А риск-то продолжается. Уайтмен. Пас на Дайкс. И Дайкс забивает ворота КПР. Вот так вот в первой же очной игре забивает Дайкс ворота своей бывшей команды. И показывает фамилию еще. Но неуважение. Неуважение он проявил. Но мне кажется, дай бог, чтобы мы победили. И потом я уже буду показывать фамилию Дайксу. И Пуки, если он сейчас забьет, тоже бы хотелось бы мне, чтобы показал. А вот Волкер и сразу же буквально. И сразу же, сразу же забивает Харри Волкер. Но не бежит. Я не знаю, почему он не бежит к трибунам. В итоге Волкер показывает Дайксу, что и без него Волкер продолжает феерить. И забивает 32-й гол в 32-м матче в чемпионшипе. Ну, здесь все было сделано изящно. Главное, что быстро сравняли. Это уже радует. И Волкер. И Пуки забивает. Это голевая от Харри Волкера. Вот так вот. Форварды КПР сегодня только забивают. Дайкс забил ворота, правда, своей бывшей командой. Так получилось. Но я еще раз повторюсь. Пуки и Волкер забили. Отпраздновали уместно. Возле друг дружки там. Но не так, как это сделал Дайкс. Пошел показывать свою фамилию. Неправильно. Я считаю, неправильно. Атака Престона на этом заканчивается. Минимальная победа КПРа. Волевая, опять же, на гол Дайкса ответил Волкер голом и голевой передачей. Лучшим игроком признан Волкер. У него гол плюс пас. Тот же Пуки с оценкой 7.8. Ну и по заданиям мы выполнили абсолютно все. Поучаствовали в голах. Тем более даже гол плюс пас отдали и забили. Но вот дополнительную задачу мы не выполнили, получив оценку 10.0. Так, ну во-первых, забить победный гол. Вы забили победный гол. Давайте вот здесь вот очки маэстро нам надо, да? Скажите журналистам, что вам нужно забивать больше, чтобы расти как игрок. Давайте возьмем. Давайте возьмем. И также мы опять признаны игроком месяца. Нам здесь показывают, поэтому очки маэстро мы снова берем. Дальше будет лучше. Разметите в соцсетях сообщение, что вы рады награде, но думаете, что в ближайшем месяце вы сможете лучше показывать. Ну действительно. Так вот сделаем. И здесь у нас интервью ждет. Оно через один день будет доступно, но мы также, скорее всего, ну вот по профи сейчас посмотрим. Индивидуальность. Да, очки маэстро нам надо набирать. Итак, интервью в прессе. Ну здесь мы это все вроде уже с вами, да, читали. Поэтому подчеркните, что любой успех начинается с упорной работы на тренировках и надо отдать должное тренерам по физ подготовки. Поэтому мы получаем очки маэстро. И это интервью в прессе, часть первая. То есть будет, значит, еще какое-то вот продолжение. Хоть как-то это там, скорее всего, завяжут. Хоть какой-то сюжет в карьере за игрока-то будет или нет. Как раньше было в истории Алекса Хантера. Здесь, может быть, тоже что-нибудь такое вот будет. Не знаю. Ну что же, мы на первом месте лидерства уже в 10 очков. И игра сейчас против Роттерт Хэма. Они идут на 23 месте. Мы на первом. Играем еще и дома. Поэтому, ну, здесь надо показывать свой лучший футбол. Составы на ваших экранах. Поехали. Ну что же, КПР против Роттерт Хэма. У нас чемпионшип и задание. Оценка не ниже 8.5. Навесы, я думал, обводки. Ну нет, мы так же, наверное, оценку здесь возьмем. А вот и волкер. А вот и волкер. 1-0. Отлично подкараулил он. Вот эту вот передачу, когда защитник уже оторвется. Кто нам голевую-то, кстати, отдавал? Вот кто отдавал голевую, на него-то как раз защитник и выдвинулся. А мы уже спокойно в пустую зонку зашли, пробили. Там, правда, с рикошетом от голкипера, но мяч все равно залетает. Сильный-сильный. Значит, был удар. 33-й гол волкера в 33-м матче. Просто замечательно. Отлично волкер. Отлично волкер и в дальней. Да. Как учили. Как учили. Забивает волкер и вот так. Все соперники и все партнеры от такой результативности волкера падают с ног от удивления. Но здесь было все действительно замечательно. Волкер своим фирменным, даже не финтом, либо дриблингом таким. Перекат в сторону. Под правую уходит. И здесь уже шикарный, мощный удар. И волкер забивает 34-й гол. Он уже опередил количество их матчей именно в чемпионшипе голами. И это плюс. Это огромный плюс. А здесь уже был офсайд. Уверенная домашняя победа КПР. Волкер во втором тайме забил дубль. И это помогло обыграть Роттерхэм в рамках чемпионшипа. Лучшим стал Волкер. 8-3 у него оценка. Голевую отдал Робертс и Уиллок. Итак, по заданиям. Мы выполнили счет. Не выполнили рейтинг матча и точные навесы. Но все равно нам это получилось. И мы получили 20-й уровень. Пойдемте прокачиваться. Может быть получится уже 80-й рейтинг пробить. И вот у нас 80-й рейтинг. Я прокачал подкрутку. Один пункт туда отдал. И на два вот этих балла я вкачал навесы. А у нас там, кстати, пустая ячейка была. Таланта какого-то. Нам надо сейчас повыбирать еще талант. Так, у нас почти все, конечно, есть из этого списка талантов. Но давайте посмотрим. Улучшают удары в пределах. Штрафной. У меня, наверное, дальнобой. Вот они вот эти есть. У меня дальние удары. Я не знаю. Может быть, быстрый выход. Это не то. Удар в касание. Тоже не всегда я больше. Вот, может быть, вот это вот лучше. Физическую силу бы добавить. Потому что у нас очень часто отбирают. Мечи, филигранные навесы. Адресат при стандартах. Вот. На нас бы чаще навешивали. Я не знаю. Тоже не надо. Редуты. Вот. Либо ловкость. Либо физическая сила. Либо вот филигранный навес. Я пока, честно, не знаю. Но у нас очень много заданий навес. Там. Потому что играем на фланге. Поэтому давайте я возьму его. А вы, если что, напишите в комментариях. Может быть, какие-то характеристики вообще поменять. Ну что же. У нас сейчас выездная игра против Миддлс Бро. Они идут на 13 месте. Мы на первом. У нас плюс еще и матч в запасе. Ну а так. Сколько у нас? 7 очков лидерства. Ну то есть, если выиграем, то снова будет 10. Поэтому надо. Надо выигрывать. Отблагодарить болельщиков, которые приехали на вот эту вот выездную игру. Ну а мы впервые сыграем с рейтингом 80. И посмотрим на наши филигранные навесы. Поехали. Ну что же. Волкер выходит на поле. В очередном матче чемпионшипа. И вот задание. Ценка ниже 8.5. Гол либо голевая. И обводки. Давайте обводки возьмем. Ну а я сегодня лично сам буду. Вот в матче против Миддлс Бро. Попробуем. Вот эти вот филигранные навесы. Ну если мы взяли этот талант. И там какие-то характеристики действительно будут у нас улучшены. Акпом кстати получил вот травму. Как раз который забил три мяча в трех последних играх. Волкер. Волкер. Забивает. Что за бильярд. Он сейчас здесь у нас показал. Позвоните уже Волкеру. Из топовой команды. Потому что ну он разрывает все и везде и пуки. Отдает на него голевую передачу. Ну что за бильярд. Вы просто сейчас это посмотрите. К тоненьку передачу. Здесь могло быть столкновение с голкипером. Ну как он засандалил. Прямиком в штангу и от штанги. Мяч со звоном влетает в сетку ворот. 1-0. И это уже 35-й гол в 34-м матче. Харри Волкер. Ну просто замечательно. 40. Он точно пробьет. Надо не забыть кстати посмотреть. Какой рекорд в чемпионшипе по забитым мячам за один сезон. Возможно Волкер еще и побьет чей-то рекорд в первом же своем профессиональном сезоне. В первом же сезоне в этом турнире. И снова какой пас на Тэму Пуки. И это голевая. С вот этого как раз филигранного навеса. Ну вы просто посмотрите как. Как отдал Волкер. Ну это просто картинка. Вы просто посмотрите как он закрутил на Тэму Пуки. 2-0. 2-0. Отдаем голевую передачу именно тогда, когда уже сами забили. И мы уже в хорошем таком отрыве от даже того же Тэму Пуки. И главное вот голевые еще выдаем. Для красоты. У нас вроде было 27 голевых. Сейчас вроде 29 если я ничего не путаю. И было бы супер пробить отметку в 30. Ну мне кажется до июня того же мы точно это пробьем. Эту отметку. 2-0. Снова Волкер. Все сделал. Гол плюс пас на его счету. Уверенная выездная победа КПР. Ну и оценка 9-4 у Волкера за этот матч. Так. Ну и по заданию мы кстати выполнили абсолютно все. Оценка выше. 8-5. Отлично. Поучаствовали в двух голах. Успешной обводки. Все супер. Еще и урок матча сверху. Замечательно. Так. Ну и у нас последнее кстати вроде как вот это вот событие. В приобретениях мы можем приобрести рубашки и шелковые галстуки на заказ. Очки одиночки получим. Ну а что здесь поделаешь. Зато это будет последнее за 15 тысяч евро. Вот поэтому мы это берем. И копим дальше. Либо на топовый велосипед. Скорее всего его мы возьмем. Потому что там идет видите усиление тренировки. Я не знаю это на все тренировки идет или нет. Но выносливость. Это точно к нам как бы прибавится. Вот. Ну а дальше тут действительно тут выбор. Либо топовый велосипед. Либо костюм у знаменитого модельера. Там опять очки же одиночки будут. Поэтому надо потихонечку покупать здесь все вот это. И играли бы мы в топовой команде. Они получали бы 4000 евро там в неделю. Мы бы быстрее бы это все накопили. Но видите нас никто не подписал к сожалению. И у нас сейчас игра. Последняя игра в сегодняшнем выпуске. Играем мы дома против Бристоль Сити. Они идут на 5 месте. У нас лидерство в 10 очков. Мы снова вернули его. Поэтому давайте отправимся. Мне нравится пока что этот талант навесов. Действительно шикарно он вырезает. А передача тем более на пухи. Поэтому поехали. Ну и Волкер забил 4 мяча в 3 последних матчах. Такую там статистику решили выдать перед матчем КПР Бристоль Сити. Матч чемпионшипа. И снова дождливая погода. Здание на матче. Сонки ниже 8.5. Два удара по воротам. И за пределы в штрафной. Берем оценку. И надеемся на то что получится сегодня победить. Но мне действительно нравится. Как стала играть команда. Как играет Волкер. Все супер. Пуки на Волкера. И все. Волкер отлично убегает. На Пуки пасует. Гол. И вот кто-то будет говорить, что Волкер теперь специально не будет пасовать на ТМ Пуки. Если сам не забьет. Нет. Нам же еще надо 30 голевых передач делать за сезон. Лично себе такую задачу писали. Скорее всего мы ее выполнили. Потому что вроде как уже 3. С момента последнего. Когда мы смотрели на статистику. Вроде 3 голевые передачи как раз и отдал. Но вот в конце выпуска мы обязательно посмотрим. Не ледит у него конечно с левой пока что. Но удары-то все равно идут в створ. Это главное. Волкер подает. Забивает Балагун. Давно не было голевых у Волкера. С углового. И вот. Две голевые выдает Харри Волкер. Может быть Балагун задумается и не будет заканчивать карьеру. И все-таки вместе с командой сыграет в АПЛ в следующем сезоне. Но понятно, что риск большой. Травмы, все дела. Нагрузки там еще будет больше конечно. Но в любом случае Волкер попробует уговорить капитана остаться. Ну и Бристоль посыпался. Один момент. Второй. А там кстати уже и голкипер. Вышел из ворот. Волкер через Пуки. Но теперь надо только убегать. Волкер. А пустые ворота. А пустые ворота. Волкер забивает. 3-0. Ну это прям как по хоккейному. Знаете, когда убирают вратаря и там просто уже надо попасть в пустые. Но здесь я на самом деле. Немножечко ножки-то дрожали. Даже лично у меня. С такой дистанции. Отлично он попал. 3-0. Гол Волкера. Плюс его две голевые. Ну. Такого гола у нас точно не было. Это тоже можно отметить. 3-0. Разгромная победа. КПР. Над Бристоль Сити. Первая строчка. Обыгрывает пятую. 36-й гол Волкера в чемпионате. И финальный свисток подтверждает все мои слова. 77-й минуты решили играть гости. Не гости, прошу прощения. Хозяева, да. И Волкер сначала на Пуки сассистировал, потом на Балагуна, а потом и сам забил шикарный дальний. Гол такой. 8-9 у него оценка. Все супер. По заданиям мы выполнили абсолютно все. Вот этот гол с дальним ударом как раз нам и пригодился. Замечательно. Так, и у нас опять событие. Вот эта слабая тренерская работа, поэтому я опять очки маэстро беру. И... Так, я не знаю, а в чем слабая эта тренерская работа? Мы идем на первом месте, обыграем всех и всюду. Обыграли Сити в Кубке Англии, поэтому я не знаю. Кстати, сейчас у нас игра будет, но уже в следующем выпуске мы с нее начнем. Это игра в 1-й, восьмой, если я ничего не путаю, Кубка Англии. Играем против Астанвилы дома. Поэтому это еще команда одна из английской премьер-лиги. Посмотрим. Посмотрим соперник. Действительно интересный. Что за события очередные? Спонсорская фотосессия. Снимите с рекламы новой линейки одежды. Ух ты, 50 тысяч нам еще закинули. Вот тогда. Пофиг, что там очки одиночки много. Но у нас, смотрите, 50 тысяч просто мы заработали. Вот сейчас мне просто интересно. Я вот даже посчитаю, чтобы не быть многословным. 50 тысяч мы получили за одну фотосессию. А мы получаем там 4 тысячи в неделю. То есть мы бы... 125... Нет. Не так. Не так. 4 тысячи. 12 с половиной недель мы бы работали. Ради того, чтобы получить эти 50 тысяч, это буквально там 3 месяца. А тут мы за одну фотосессию. Поэтому давайте поднакопим, наверное, где... А нет, вот у нас есть, кстати, свет. Вот. Риск низкий. То есть я сейчас вложу 50 тысяч в киберспорт. Я так понимаю. Через 30 дней у меня будет 58. Ну, не. Вот это вот точно нет пока что. Какие-то маленькие там доходы. Я понимаю, когда у нас уже будет по 100 тысяч. Поэтому давайте лучше вот здесь что-нибудь мы сделаем. Самое дорогое бы, наверное, взяли. Не хватает на самое дорогое. Тогда вот это берем. Купить беговую дорожку. За 35 тысяч. Оформляем. Оформили и вроде все, да? У нас больше ни на что не хватит. Да. Поэтому, ну, покопим. В любом случае, вот. 21 тысяча у нас. Вообще замечательно. Так. Что у нас там по сообщениям? Я не знаю. Трансфер на окно закрыто. В моих действиях что там? Просто выставлен на трансфер? Да. Просто выставлен на трансфер. Подводим итоги. Подводим итоги. У нас 38 матчей уже сыграно за КПР. 35 в чемпионшипе. 1 в кубке Карабао. 2 в кубке Англии. 40 забитых мячей в 38 играх. И 30. Две голевые. Я все-таки переоселил вот эту вот отметку. В 30 голевых передач в чемпионшипе. Это просто замечательно. Средняя оценка в чемпионшипе 8,3. А так 8,28. Вот. Плюс 13 к рейтингу. Мы начинали с 67. Вот. Сейчас уже 80. Просто замечательно. Что еще? Что еще вам можно показать? Наверное, вот это вот. Моя карьера. Мы уже 26 раз становились лучшим игроком матча. 10 раз попадали в команду недели. И 4 раза признавались лучшим игроком месяца. Вот такие пока что у нас статистики. Друзья, на этом все. В следующем выпуске мы закончим полностью первый сезон. Не знаю, будут ли нам приходить предложения от каких-то команд до трансферного окна или нет. Скорее всего нет, раз нам даже в трансферный окно-то не приходили. Поэтому как-то так. Так, матчей, как видите, не так много, конечно, будет. Насыщенный у нас март и апрель. В мае вообще ни о чем, потому что здесь уже будут вот в этих, наверное, числах это раунды плей-офф команд, чтобы за выход в АПЛ. Вот. Поэтому будем надеяться на то, что пройдем Астанвиллу, а дальше еще и матчи Кубка у нас появятся. Поэтому, друзья, на этом все. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жизнь до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok